Месть это блюдо, которое надо есть холодным. Экономика это часть науки управления государством, к которой надо относиться с уважением. То и другое сейчас присутствует в действиях нашего правительства. Естественно, надо было отомстить банкам. За что? За то, что они страну в этот кризис затянули. Сначала дали кредиты, потом стали не давать кредиты. Ну что получилось? Вот оно, то и получилось. Но поскольку государство должно заботиться о людях, я вам скажу, что кредиты брать сейчас можно. Можно их и не отдавать. Точнее, надо их отдавать, конечно. Но если на вас накатывают или наезжают, то в Роспотребнадзор. Потому как 2 марта состоялось заседание Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по иску гражданки Быковой. Может кто-то вам еще не говорил, но не устанул помогать вам разбираться с банками. Так вот, гражданка Быкова прошла 9 инстанций. И Президиум Высшего Арбитражного Суда постановил, являясь истинной последней инстанцией, что банки не имеют права, потому как это незаконно, повышать в одностороннем порядке ставки по процентам. Банки не имеют права начислять штрафы и пенни за просрочку платежа. Ну и естественно, все, что вам накопилось от банков, должно рассматриваться в вашем районном суде. То есть, ну, ребят, надо защищать. Во-первых, тех, кто живет в городе, в Магнитогорске, да и в России в том числе. Правительство Российской Федерации пошло еще дальше. Я вам скажу, что да, мы, конечно, не Соединенные Штаты Америки. Там платили по 5 тысяч долларов за утилизацию автомобилей. Но и 2 тысячи долларов для нашего не такого богатого государства, это очень здорово. Потому что, ну, наконец-таки можно стартовать. Теперь, если все-таки кто-то хочет пободаться и сказать, что, ну, хотелось бы поездить на больших объемах. Извините, во всем мире за большие объемы платят. Вот, потому как, вот, если, допустим, в Египте вы машину хотите купить большого объема, то растаможка 135% под стоимостью. Ну, у нас немножко свои подходы, ну, ладно. С другой стороны, все, что можно купить по льготной системе автокредитования и сдав свой старый автомобиль, это не так уж и мало. Это 66 марок. Достаточно, я думаю. Ну, и в завершении моего небольшого эссе, опять, как же банки не подколоть. Я вам расскажу, что делать. Если все-таки какие-то проблемы возникли, да, и отдельный, самый выдающийся специалист на вас в суд подал. Вот, прежде чем будет судебный процесс начат, вам сначала сделают такое предупреждение, судебный приказ. Пожалуйста, господа, судьи у нас просто исключительно люди, так же, как и милиционеры, так же, как и гаишники. Вы сходите в суд, напишите, значит, протестование и заплатите, ну, какую-нибудь копеечку. Ну, в смысле, платите по кредитам. Вот, потому как, ну, тяжело, но с Автоградом-то легче, потому что здесь можно купить отличные автомобили. Ну, и сдать ваш старый автомобиль. Первые лица нашего государства, наверное, впервые в истории новейшей России, хотят слышать не бред, не псевдодемократов. Они хотят видеть сильную страну. Страну, не торгующую сырьем, а производящую конкурентоспособную продукцию. И прежде всего, на внутренний рынок. Кстати, все развивающиеся страны идут по этому, не самому простому и не самому популярному пути развития. Но в итоге, Таиланд с 200-процентной растаможкой живет, радуясь производимыми Тойотами, Фордами и другими достойнейшими автомобилями внутренней сборки. Турки озадачили тех, у кого двигатель больше 1,5. Но при этом Тафас Фиат – это национальная гордость. Индийская Тата и Махараджа – это реинкарнация Геленвагена. В общем, большая половина человечества защищает свое производство и радуется теперь уже своим авто. Фиат Альбия при этом абсолютно современный автомобиль, хотя и малолитражка. Фиат Альбия – это полноценная иномарка с недребезжащим пластиком, с достойным пробегом на отказ двигателям и главное. Фиат, как и Форд, зарабатывает на автомобилях, а не на запчастях. Полностью локализованное отечественное производство впервые в истории делает автомобиль отечественной сборки в России дешевле, чем он продается за границей. И абсолютно естественно, что Альбия от Автограда становится тем лакомым кусочком, от цены на который откусили 50 тысяч рублей. В случае, если вы обратитесь в Автоград и привезете сюда на утилизацию свой авто. Давайте объясним, что в городе, в Автограде можно купить по льготной системе кредитования и за тот автохлам, который мы сейчас можем сдать. И какие машины попадают под правила? Я смотрю, вы кое-что уже приняли? Да, мы уже приняли первый автомобиль. Значит, какие автомобили у нас попадают под программу? Что касается конкретно нашего салона Автоград, который находится на Марджане 9, мы предлагаем по программе льготного кредитования и утилизации автомобилей. У нас идет из фиатов, это фиат Альбия, фиат Дабло Панорама, фиат Дуката, грузовой фургон. Значит, и Сан-Йонги, весь модельный ряд у нас попадает под эту программу также. Значит, правительственная программа кредитования, в принципе, наверное, уже всем известная, работает с того года. Практически все банки сейчас участвуют, в отличие от того года. Процент идет примерно 9 годовых, средний. Самый низкий процент, самое выгодное предложение. Сколько мы реально экономим и за сколько мы сейчас можем взять эту замечательную Альбия? Если вы привозите к нам на автомобиль на утилизацию, опять же, что касается утилизации, у нас утилизация на эти машины работает. Нет никакой очереди, в отличие, например, от той же Лады. У нас нет очереди абсолютно. Если вы привозите автомобиль на утилизацию, ну, в среднем автомобиль стоит 415 тысяч, до средней комплектации, это 10-го года автомобиля. С утилизацией, то бишь, со скидкой, машина обойдется в 365 тысяч. То есть мы можем утверждать, что Автоград авторизирован для утилизации автомобилей, так что ли? Да, все верно. Мы на всех сайтах, то есть мы полностью авторизированный участник утилизации, то есть этого проекта. Ну и как автолюбители, сердце-то не болит, когда привозят, ну, достаточно хорошую машину. Я посмотрел, ну, просто сказка такая раритетная. Болит очень сильно, ну, куда деваться, автомобиль из этих денег уже не стоит, а тут можно сдать все-таки за приличную сумму этот автомобиль и приобрести новый по льготной цене.